День добрый, уважаемые зрители! Почта России займется доставкой купленного онлайн российского вина. Его оффлайн-то не покупают, а еще онлайн. Почта России будет заниматься доставкой российского вина купленного онлайн. Информацию об этом подтвердили в Минфине. Эксперимент по онлайн-продаже вина через инфраструктуру оператора может начаться в июне. В Подмосковье и Мордовии. Почта России будет осуществлять доставку российских вин, купленных онлайн, сообщил Стас-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов. Он рассказал, что вопрос будет обсуждаться в рамках рабочей группы и подчеркнул, действительно, Почта России в отношении российского вина будет осуществлять его доставку. Сазанов отметил, что говорить о полноценном запуске онлайн-торговли алкоголем пока преждевременно. Ранее РБК со ссылкой на корпоративную презентацию, подготовленную Почтой России, сообщил, что почтовый оператор начал разработку проекта по онлайн-продаже алкоголя. Из нее следует, чтобы провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от производителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО Почта России, поручил в начале апреля президент России Владимир Путин. Зам. главы Почты России Алексей Скатин подтвердил издание, что оператор входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. Источник РБК Почты России отметил, что почтовый оператор уже имеет готовую возможность идентификации клиента. У авторизованных клиентов в почте есть простая электронная подпись, а значит уже на стадии заказа мы сможем знать возраст клиента, заявил он. Из презентации, с которой ознакомилось издание, следует, что эксперимент по онлайн-продаже российского вина через инфраструктуру Почта России может пройти с июня по декабрь 2021 года в Подмосковье и Мордовии. В случае успеха пилотного проекта и его одобрения, через 4 года платформа, созданная Почтой России, сможет обрабатывать 140 тысяч заказов в день. Количество проданных бутылок достигнет 200 миллионов, а выручка составит 100 миллиардов рублей. Экономическая модель продаж предусматривает, что производитель будет оставлять себе 70% стоимости заказа. Почта России получит 25%, платформа 5%. В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года. В октябре 2019 года Минфин внес в правительство законопроект, предусматривающий ее легализацию. Но в сентябре 2020 года замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что правительство не будет в ближайшее время вносить законопроект в Думу, так как он не актуален. Ну а вот сейчас по поручению Путина рассматривают такую возможность. Ну все это хорошо, Почта России налажена, идентификация пользователей присутствует. Ну кто будет покупать российское вино? Вот в чем вопрос, непонятно. Потому что российское вино на сегодняшний день такого качества, ну что просто, я говорю, в оффлайне-то полки забиты, все мы стоят и никто не берет, потому что качество оставляет желать лучшего. Ну а еще онлайн с доставкой, потому что все равно это будет платное все. Так что проекты какие-то из области утопии и фантастики. Ну на этом пока все. Заходите на канал, подписывайтесь. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok